Весну спали, леса ждали. Каспийск отпраздновал День весны и труда. С самого утра в Парке культуры и отдыха имени Магомеда Халилова развернулась творческая программа. С музыкальными номерами выступили воспитанники детской школы эстрадной песни, хореографические объединения Дома детского творчества, ансамбль Лизгинки Арс, а также народные артисты Республики Дагестан. Я люблю кварталы белых пустырей. И слезу фронтана на руке моей. У нас есть череда праздничных дней. Сегодня 1 мая, День весны и труда. Завтра уже мусульман, священный пост, Рамадан. И далее уже Великий День Победы. На все эти дни у нас в городе запланирована большая программа концертная. Сегодня здесь концерт. 4 числа будет возле здания Русгидро концерт оркестра 102-й бригады. 4 часа дня начала. 9 мая ряд мероприятий, начиная с праздничного концерта, заканчивая на набережной. После обеда будут развернуты различные творческие площадки. Стараемся все делать за счет творческих коллективов, силами творческих коллективов в городе. Каспийск такой город юных талантов. В рамках праздничной программы Центр детского технического творчества организовал демонстрацию изделий судомодельного клуба. Поздравляем Каспийчан с праздником весны и труда. Хочу присоединиться также к поздравлениям и с месяцем Роза Байрам. Всем пожелать здоровья, крепкого благополучия и мирного неба над головой. Всех с праздником. В день весны и труда в Каспийске также состоялась ежегодная церемония запуска фонтана. Объект несколько лет назад был реконструирован в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. В настоящее время у жителей города также есть возможность выбрать объект благоустройства на 2023 год. Голосование продлится до 30 мая. Сделать свой выбор можно на сайте за.городсреда.ру. Ну а украшением такого сегодняшнего праздника стал запуск кораблей. Наш, уже можно сказать, легендарный дядя Коля Толченников, который кружки судомоделирования уже несколько десятков лет ведет. И сегодня он вместе со своими детьми проводили тестовые запуски. 9-го числа также будет запуск кораблей, но уже более массово, более обширное. Так что приходите со своими детьми, приобщайте их к культурной жизни города. И хочу напомнить, что в городе большинство этих кружков, представители которых выступают, все совершенно бесплатно. За летнее время вы можете определиться, куда записать вашего ребенка, чтобы развить или раскрыть в нем какие-то таланты.